здравствуйте дорогие друзья главу за главой и там мудрецов все люди изучают стараясь как бы ну любой человек старается постичь бога хотелось бы конечно познакомиться но хотя бы постичь постичь бога априори невозможно поэтому люди изучают качество тут он милосердный мы будем милосердны и так далее но говорит каббала что бог обращается к каждому человеку и говорит я дал тебе кусочек божественной души человек которому нет души он умер вот все его нет душа ушла написано ушла и когда она через 120 лет она вернется все равно ко мне говорит бог и ты дашь отчет отчет как ты прожил вот ту жизнь которую я тебе дал только не забудь что по нашему договору когда будешь готовить претензии к изготовителю по нашему договору ты сам будешь определять вот этот мир в котором вы будете жить своими поступками мыслями делами там словами вот я создал мир и такой договор у меня с человеком с каждым и со всеми вместе и до 6000 лет я особо вмешиваться не буду вы сами сделайте сами сеете сами убирайте сами попробуйте изменить себя в этом мире но потом через 6000 лет тоже поймите когда приходит машин что сильно загрязненный человек или сильно загрязненный в духовном плане и планета она просто не может увидеть меня и принять поэтому в зависимости от состояния людей и состояния той земли в которой находится я и приду и придет вот тот машин точнее придет каком плане или или в хорошая системе он придет нормальная безболезненно либо когда все загрязнено ему надо сначала очень сильно почистить это все причем чистка она обычно как бы сказать но не совсем приятное дело почему вообще бог создал мир несовершенным обратите внимание надо делать обрезание то хотя а человек рождается не обрезанным зерно сеять потом уже хлеб создавать и так далее почему он мог бы все легко сам сделать потому что он хочет чтобы мы реально были его партнерами во всем этом деле помните как ммм говорит я не халявщик я партнер да мы хотим быть партнерами и он нам дал эту возможность причем настолько огромную что даже вовсюду огромной великой вселенной вселенной один пиксель чего-нибудь мы там сами себе исправим это уже меняет все мироздание цель жизни написано что можно и нужно например там определяет цель участвовать в жизни стране можно города синагоги что хоть и все же это не самое главное главное что-то изменить себе к лучшему чтобы это лучшее улучшило самой вот этот пиксель маленький добра улучшил мир люди есть которые жили так рассказывают о раве и лупияму или вен зоне простите он ученик равен салантера он был выдающийся ученый но на жизнь зарабатывал тем что был директором маленького банка в литовском городе ковна однажды обанкротился один из клиентов банка которому ранее он давал рекомендацию что он хороший там правильно ему бы до выдано суда рав который хотя никакого отношения к этому не имел взял вину на себя уволился открыл собственную контору и в течение нескольких лет регулярно выплачивал месячный взнос своего кармана пока не вернул все деньги об этом кстати узнали журналисты и бывшего директора банка пригласили на работу сразу крупнейшие финансовые фирмы он стал госсоветником и на любом уровне сделка где он гарантировал всегда принималась но самое главное люди увидели вот это настоящая тора вот это вот то что он смог и писали что это святой человек вот это святость вот это святой человек а так что человек покорил гору ура там во всех газетах ну окей это неплохо наверное но настоящая это цель жизни была другая чуть-чуть иначе все что-то человек злое кому-то не ответил как кому-то бедного помог поступил по человечески в чем-то вот этот эверест на небе засчитывается мы не видим и весь духовный мир нам аплодирует надо подумать для чего мы здесь надо подумать об этом может оказаться мы бежим с огромной скоростью в жизни но не в ту сторону мы делаем все что угодно кроме того для чего пришли в этот мир надо бороться за себя в первую очередь как там будет планета не знаю начни с себя исправьте немножко себя там а если уже так получилось себя немножко окружение своего чуть-чуть света добавь надо сегодня написано уже строить линию защиты вот в том суде в котором человек будет через 120 лет работает он просто совершил грех мы получаем одного обвинителя выполнив одну хорошую там какой-нибудь и дело или заповедь мы получаем одного заступника вот они будут рассказывать суде раскаявшись как работает раская раскаявшись можно скажем ну убить одного обвинителя а когда человек жалеет что сделал хорошее дело он извините убивает заступника так работают и духовные миры надо направить себя в духовности направить богу чтобы соединиться с ним надо иметь одинаковые качества нужно начали с этого урок нельзя присоединить железо к газу поэтому чтобы быть ближе мы изучаем качество милосердные мы милосердны все вот с этого мы начали на этом мы сегодняшний урок заканчиваем веленский гаван сказал что цель прихода изменить себя приближаясь к нему начните с простого с хорошо и кошерно по меру возможности проведем сегодняшний шабад брахавы от слаха